Здравствуйте, Кирилл. Меня зовут Катя, и я студентка экстремальной психологии в Московской городской школе и университетах. В совместительстве журналистов... Очень приятно, экстремальная психология, это и хорошая. И у меня следующий вопрос. Как из балета вы ушли в Петал? Ну, как много в жизни, грустно, это было случается. Он был любил всегда. Благодаря одному, такому Дмитрию Печорину, работнику тоже Большого театра в Миничном ансамбле, он меня позвал на радио, где он тоже... У него, видите, я все выглядывал... Была радиостанция СНС такая... Нет, я просто думала, ты еще не пришла. Скажем так, даже не то, что популярная, а практически не отец и нервов такой-то альтернативной советской музыки. Альтернативную музыку, альтернативную чину советской путешествий. Это был такой определенный рупор, очень интересная, независимая страционами на станции. Вот я туда попал, а потом цель случайностей и любовь к музыке вот привели к такому результату. Хорошо, а тогда с чем связана любовь к пародиям? Ну, у меня в семье хорошее чувство юмора у родителей, всегда любые и дети. А вот как было? Мне нравилось всегда совмещать несочетаемые вещи, сделать что-то, разрушить какие-то стереотипы, из которых я люблю. Вылилось? Да, и вылилось это в проект... Да, мы слышим разницу, как же. Сейчас у нас в проект ни бы ни бы, где мы тоже играем коверами, что-то по-другому. Но, тем не менее, все из детства. А что для вас является основной профессией? То есть, вы были телепутущим, а теперь фондмен группы. Что именно основное для вас? Ну, на каждом жизненном этапе просто нужно выбирать то, что ты можешь делать и что у тебя будет получаться. Сейчас я композит, сейчас я занимаюсь написанием музыки. Все остальное это, скажем так, для вторичного. Свердительности много, на данный момент шумно. Да, я тебе звонил, хотел, чтобы ты на автограф-сессию приехал. Где у нас... Да, а ты уже... Уже сейчас она заканчивается. Так что... Ну, видишь, как получилось. Да, я так... Ну, в общем, заберу тебя вечерком. Ты в Москве сейчас? Ага, давай, обнимаю тебя. Давай. Вот, лимитатор Юрий Черданцев, Георгий. Ну, вообще он любит, что Юрий смотрит. Вот у нас один текст, который Женьки Егорова написал. Известный человек, друг детства. А как вы... Какую книгу советовали прочитать человеку, чтобы как-то разобраться в жизни? В Андрон Кенчаловский, в общем, две такие крутанские книги, они такого как раз свойства именно для тех, кто может разобраться. Ну, и вот две книжки Егорова, они такие умные книженцы написали. Ну, я вообще не очень люблю художественную литературу, считаю, что... И тексты песен, которые учат жизнь, тоже меня люблю, потому что я считаю, что человек должен сам прийти к каким-то заключению. Песные, исторические, документальные? Обязательно. Филеографические, документальные. Канал «История» вот есть на Академе. Я сейчас советский канал. Обожаю смотреть. Исторически очень люблю. Мне нравится. Но я больше, конечно, люблю советскую полку, когда я, что называется, уже принялся на свет. Но при этом и куда-то лазить в какие-то дебри тоже интересно. Ну, а вы знаете, история – это такая вещь, когда он, короче, может быть уверен в том, что вчера... Не то, что в будущем не уверен, а то и в прошлом не уверен. Потому что перевирается история. И то, что, ну, буквально, мы же написали книжку из «Истерия СССР», где просто полный климатин написали. Так у нас же был случай, когда в новостях нашли книги на полном серьезе, информацию просто читали и зачистили монету о ВДНХ. Поэтому очень люблю историю. Там много очень смешного. Хорошо. И как вы отдыхаете? Я не напрягаюсь. Я вообще не умею отдыхать. Потому что я считаю, что если ты занимаешься любимым делом, это уже кайф. И поскольку я трудоголик, для меня вообще вопрос отдыха наиболее сложный. Потому что я не понимаю... Я считаю, что если ты можешь заниматься тем, чем тебе интересно заниматься, то пиздельничать – это вот что мы будем терять? Я стараюсь будем не терять. Удыхаю в понятии, в таком общедоступном понятии, но очень редко, мало. Нет, ничего страшного. Внимое такое состояние. Расскажите про сотрудничество. Оно началось достаточно необычно. Началось оно, наверное, с того, что для реализации «Иди» как композитор мне нужен добрый. Поскольку петь-то я не могу нормально, мне нужен был выбор вокалистов. И когда я просматривал всех, кто у нас в стране может петь на английском языке, то те записи, которые были с Женей на тот момент, мне не показались очень клёвыми. И мне показалось, что может быть, потому что сам материал музыкальный был в середине. Ну, это во многом была случайность. Я думал, дай-ка я попробую с ним орать мне песню. И он очень шепетильно, трепетно подошёл к материалу. Когда мы записали, я понял, что он намного, намного способен. И реально, если с ним заниматься, работать, то просто он может вырасти вообще с самого крутого. Поэтому я был очень ободушевлён. И на каком-то этапе он стал вообще основным вокалистическим образом с Юнайтингом, потому что те творческие задачи, которые ставились перед ним, он выполнял практически все. То есть он очень пластичен, музыкален. И очень ему нравится то, что мы делаем. То есть он, может быть, даже после работы в студии в какой-то степени, он всегда считает, что ему лучше. Но через какой-то момент он потом очень доволен. И у нас хороший энергообмен – это очень важно. У нас практически с ним нет каких-то негативов ранее. Он послушный. И при этом он очень скукулённый. С ним интересно работать. У нас с ним записано много очередей. Я помню, что в осенью в Москве походу в номерной рейтинге где будут пять кольца. Там будут разные колеса. Спасибо вам большое, что здесь на время. Не за что! Всегда рад!